здравствуйте ребята тема урока системы линейных уравнений с двумя переменными сегодня на уроке решение системы линейных уравнений с двумя переменными и так ребята давайте рассмотрим линейное уравнение с двумя переменными то есть x плюс y минус 7 равное нулю если мы рассмотрим еще второе линейное уравнение двумя перемен то есть 2 x минус y минус 2 равное нулю то мы можем оставить знак системы и найти общее решение двух данных уравнений это и есть система линейных уравнений с двумя переменными запомните ребята решением системы двух линейных уравнений с двумя переменными называется такая пара чисел которая обращает каждое уравнение системы верное числовое равенство одновременно например рассмотрим данную систему двух линейных уравнений с двумя переменными и возьмем пару чисел 3 и 4 выпишем первое уравнение вместо x мы подставим 3 вместо y мы подставим 4 и рассмотрим 3 плюс 4 минус 7 получаем 7 минус 7 и получаем следующий ноль равно нулю это говорит о том что данная пара чисел является решением первого линейного уравнения с двумя переменными рассмотрим второе линейное уравнение с двумя переменными аналогично вместо x подставим 3 вместо y подставим 4 получаем следующее 2 умноженное на 3 минус 4 минус 2 равное нулю найдем значение данного выражения и получаем что 0 равное нулю то есть это говорит о том что данная пара чисел является решением и второго линейного уравнения с двумя переменными значит Значит, данная пара чисел является решением системы линейных уравнений с двумя переменными. Запомните, ребята, две системы двух уравнений с двумя переменными называются равносильными, если все решения системы уравнений равны решениям другой системы уравнения. Рассмотрим такое задание. Друзья, проверим, является ли пара чисел 1-1 и минус 1-1 решением системы уравнения и нам дана система линейных уравнений с двумя переменными. Для того, чтобы проверить, является ли данная пара чисел 1-1 решением данной системы линейных двух уравнений с двумя переменными, нам необходимо выписать первое уравнение. Аналогично, вместо х и у подставляем соответствующие значения, получаем следующее, 2,7 умножить на 1, минус 8,1 умножаем на минус 1, равно 11,8. Найдем значение произведения в левой части уравнения, получаем 2,7 плюс 8,1. И найдем значение суммы, найдем значение суммы в левой части уравнения, получаем 2,7 плюс 8,1, у нас получается 10,8, а в правой части уравнения 11,8, то есть данное равенство неверное. Проверим данную пару чисел на втором линейном уравнении с двумя переменами. Выпишем 16х минус 15у равное 1, подставим соответствующие значения, получим 16 умножим на 1, минус 15 умноженное на минус 1, равное 1. Найдем значение произведения в левой части уравнения и получаем 16 плюс 15, равное 1. Данная сумма у нас равна 31, то есть 31 у нас не равно 1. Мы данную пару чисел подставили в первое линейное уравнение с двумя переменами, во второе линейное уравнение с двумя переменами, и получилось так, что оно не является решением ни первого линейного уравнения, ни второго. Значит, ответ, данная пара чисел не является решением данной системы. Рассмотрим следующую пару чисел, минус 1, минус 1. Выпишем первое линейное уравнение с двумя переменами, подставим соответствующие значения вместо x и y, получим следующее уравнение. 2,7 умноженное на минус 1, минус 8,1 умноженное на минус 1, равно это все, 11,8. Найдем значение произведения, умножая на минус 1, знаки меняем на противоположные, получаем минус 2,7 плюс 8,1 равное 11,8. Найдем значение суммы от большего, модуль отнимаем, меньший модуль и ставим знак большего 0. Получили 5,4 у нас не равно 11,8. Здесь мы уже смело можем записать ответ, что данная пара чисел не является решением системы линейных уравнений с двумя переменами. То есть, не обязательно будут проверять второе линейное уравнение. Рассмотрим такое задание. Доказать, что пара чисел минус 5, минус 5 является решением, а пара чисел 5, минус 5 не является решением системы уравнений. Нам дана система линейных уравнений с двумя переменами. Аналогично. Вначале рассмотрим пару чисел минус 5, минус 5. Докажем, что данная пара является решением системы линейных уравнений с двумя переменами. Выпишем первое линейное уравнение с двумя переменами. Подставим соответствующие значения вместо x и y и получим следующее равенство. Найдем произведение в левой части данного равенства. Получаем минус 25 плюс 18 равное минус 7. Далее в левой части равенства от большего модуля мы отнимаем меньший модуль и ставим в знак большего модуля. Получаем минус 7 равное минус 7. То есть данная пара чисел является решением первого линейного уравнения с двумя переменными. Рассмотрим второе линейное уравнение с двумя переменными. Подставим соответствующие значения вместо x и y. Получаем следующее равенство. Найдем значение произведения в левой части данного равенства. Мы получаем минус 42 плюс 45 равное 3. Далее от большего модуля отнимаем меньший модуль и ставим в знак большего модуля. То есть получаем 3 равное 3. Получается, что данная пара чисел является и решением второго линейного уравнения с двумя переменными. Это говорит о том, что данная пара чисел является решением системы линейных уравнений с двумя переменными. Запишем ответ. Являются. Далее рассмотрим следующую пару чисел. 5 и минус 5. Выпишем первое линейное уравнение с двумя переменными. Подставим соответствующие значения вместо x и y. Получаем следующее равенство. Найдем произведение в левой части данного равенства. Получаем 25 плюс 18 равное минус 7. Уже видно, что мы к положительному числу складываем положительное число. Оно никак не может быть отрицательным. То есть 43 не равно минус 7. Проверять второе линейное уравнение смысла нет. Можем сразу записать ответ, что данная пара чисел не является решением данной системы линейных уравнений с двумя переменными. Рассмотрим следующее задание. Какие из следующих пар чисел 3 минус 3, минус 3 минус 3, минус 3 3 и 3 3 удовлетворяют системы уравнений? Нам дана система линейных уравнений с двумя переменными. Для того, чтобы это проверить, мы в данную систему линейных уравнений, то есть линейные уравнения, подставляем соответствующие значения. Получаем следующее равенство. Находим произведение, вычисляем и получаем минус 60, не равное нулю. То есть первая пара чисел не является решением данной системы линейных уравнений с двумя переменными. Запишем ответ. Далее рассмотрим следующую пару чисел. Минус 3, минус 3. Подставим. Получаем следующее равенство. Находим произведение данного равенства. И вычисляем. В левой части мы получаем 0, то есть 0 равно 0. Это говорит о том, что данная пара чисел является решением первого линейного уравнения с двумя переменными. Проверим на втором уравнении. Также подставляем аналогично вместо x и y соответствующие числа. Получаем следующее равенство. Находим произведение и находим сумму в левой части данного равенства. Видим, что данная пара чисел является решением и второго уравнения. Значит, можно сказать, что данная пара чисел является решением системы линейных уравнений с двумя переменными. Запишем ответ. То есть удовлетворяют. Рассмотрим следующую пару чисел минус 3 и 3. Аналогично подставляем соответствующие значения. Находим произведение в левой части равенства. Находим значение суммы. И видим, что оно не является решением данного линейного уравнения с двумя переменными. Сразу запишем ответ, что данная пара чисел не удовлетворяет данной системы линейных уравнений с двумя переменными. И нам остается проверить следующую пару чисел. Это 3, 3. Также аналогично подставляем. Находим значение произведения. И в левой части находим значение суммы. Получаем, что 18 не равно 0. Значит, сразу запишем ответ, что данная пара чисел не является решением данной системы линейных уравнений с двумя переменными. Итак, ребята, запомните. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными возможно такое, что не имеет решения. Мы с вами данные примеры рассмотрели. Либо оно имеет решение. Также есть третий случай, когда имеет бесконечное множество решений. Рассмотрим данный случай. Итак, задание такое. Доказать, что имеет бесконечное множество решений система уравнений. Нам дана данная система уравнений с двумя переменными. Итак, для того, чтобы это доказать, обратим внимание на следующее. Что второе линейное уравнение, то есть на его коэффициенты, мы можем разделить на 2. И получаем следующее. 4х плюс 5у равное 1,5. Это говорит о том, что в данной системе линейных уравнений с двумя переменными два уравнения равносильны. И решением данной системы является множество чисел. То есть, какие бы мы пары чисел вместо х и у не взяли бы, оно является решением и первого уравнения, и второго. Итак, ребята, сегодня на уроке мы рассматривали решение системы линейных уравнений с двумя переменными. Урок окончен. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok